Год назад я собралась ехать в Израиль на гастроли, и тут мне звонит моя импресарь, говорит, Нателлочка, вы знаете, такая алия пришла, одни антисемиты. Я рефлекснула. Время, видимо, настало такое, больше спесь башба да скрепы не кормят, и соседи, будь то гей или гои, хоть какие у себя ищут корни, не по сердцу, по карману таранка. С каждым днем житье скудней, да убоже, не хиляет больше тетка-дворянка, и прадедушка купить не поможет. Рубль падает теперь не до смеха, до костей уже пробрал холод зимний, надо корни отыскать, чтобы уехать. И туда, где есть тепло и корзина, не тюремная, что помнит папаня, а такая, где бы паи, когда с ванной. И родители все корни копают, что к земле поближе обитаванной. Я по набережной как-то гуляю, и неспешно так идут мне навстречу. Те, что съели бы вчера с потрохами, те, что к ночи шли походкой нетвердой, Те, что каждый раз в лицо выдыхали. Шо ж ты ходишь тут, житовская морда? Что стряслось от уменьшения порции? Что за чудо приключилось в природе? Он вчера еще ходил в жидоборцах, А сегодня в Магиндовите ходит. Вот когда они теряют излишки, Это их располагает к беседе. Спросишь, ну антисемит, как делишки? И привычно он ответит беседе. Было бы выпить что-то, чем похмелиться, Тракт желудочный он с раму не имет. Ой, ты, кой, если святая землица Всех обнимет, никого не отринет. Что уж выпало, прямей, не крючинясь, Где тут распри заптевать племенные? Коль с двоюродными жить научились, Так ведь эти в чем-то даже родные.